Мы на месте. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она ничего не видит. У нее все лицо закрыто чем-то черным. Я не пойму, это как живое, что-то точки какие-то. Они полностью ее лицо закрывают, вокруг головы идут. И она руки вперед, как мухи вокруг нее. И она руки выставила вперед, как на ощупь. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Елене. И она своим внутренним светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоабрационное. Все это затемнение на голове выходит, формируется в шар, становится плотной структурой. Готов шар. Хорошо. Вы меня слышите, видите Елена. Отправляю шар в клетку-тюрьму. Она сейчас лицо трогает и говорит, как надоели, жужжат и жужжат. Сейчас разберемся, откуда это взялось. Вы не знаете, откуда это взялось, да? Нет, она не знает. Хорошо. Итак, даю команду на счет риска. Сканирует пространство над головой Елены под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Сканер сканирует систем тонких тел Елены, находит все. Выстраивает этого шара канал к ответственному, притягивая в клетку-тюрьму. Ну, здесь видно, кто это. Кто это? Два Грея. Два Грея. Экспериментирует. Ну что ж, я думаю, они доэкспериментировались до того, что они сегодня, возможно, будут уничтожены за нанесение вреда. Они еще какой-то зигзаг образный, такой как штырь, не спиральный, а так и зигзаги идут. А в теле есть. Сканер отключи, выведи этот зигзаг. Готово. Отправляй его в клетку-тюрьму. Сколько находитесь в биополе паразиты? Значит, три месяца назад они стали посылать вот этих, давай их мух назовем. По одной, по две, по три, и потом, чтобы она привыкала к ним, привыкала к их вибрациям. Так демоны делают так. Они довольны Грея, они переглядываются, кивают друг к другу. А я не думаю, что вам стоит радоваться. В моих руках появляется шар живой плазмы. Сейчас я этот шар передам каждому из вас подержать. Нет, нет, что ты. Ну как нет, что? Вам радостно было, весело? Вот я и говорю, давайте усилим эту радость. Вот они радуются силе эксперимента. Я не думаю, что вы сможете эту радость долго держать, потому что сегодня вы будете переданы в руки межгалактической полиции, за что будете отвечать за свое нападение. Не просят не уничтожать то, что они создали. Возможно, не уничтожим, если межгалактическая полиция заинтересуется вашими разработками. Но и вы не получите никакой пользы от этого. У нас только два Грея, да, Вера? Которые три месяца сидели. Даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы к двум этим Греям и к этому черному шару. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз выстраивает Греев каналы к другим ответственным, с кем они связаны в этом эксперименте. И притягивая всех в клетку терму, стоят в клетке терме. Они ни с кем не связаны, это их эксперимент. И мне кажется, у нее на голове еще что-то есть. Хорошо, все невидимое. Как шапка или какая-то кастрюля. Все невидимое становится видимым. Да, есть такое покрытие на голове. Хорошо, скейнер отключения, это покрытие на голове. Выведи его из биополя и отправь в клетку терму. Это плата или что? Это как тонкая очень плата. Они говорят, что это магнит, которому как раз вот эти мухи облепляли. Он такой же... И висит над головой. Понятно. Из такого же материала, как зигзаг. Оттуда и был этот свист в голове. Хорошо, Грей, кто из вас хочет сегодня попробовать, как этот шар действует на вас? На них нельзя. Ну почему же нельзя, если вам можно? Вы знаете законы мироздания? Они на нее показывают, это для нее создано. Ну это уже не имеет никакого... Для человека. Если я сейчас спрошу Елену, изъявляет ли она свое желание установить вам то, что вы установили в ее биополе, и дает вам 100% прочувствовать то, что вы сделали с ней, какой дискомфорт ей доставили. Они говорят, что она должна гордиться. Она стала участником эксперимента. Если ты еще раз это скажешь, следующий мой шаг будет уже живая плазма. Молчит. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли, или до последней капли, возвращает Елена себя обратно, на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Забираем из этого шара, из этого зигзага и этого магнита, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии, все, что на частоте Елены находится мощным потоком, пошло назад. Усилий потоки в 50 раз. Что идет, Вера? Энергия возвращается. Понятно. Коронная чакра, третий класс. И ниже от зигзага, по всем чакрам этот. Отлично. Готово. Итак, сканер, просканирую сейчас Елену на частоте Греев и всех артефактов, которые в клетке-тюрьме. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? У меня в ногах еще эти энергии остались почему-то. Включаю внутренний белосвет Елене. Она выдавливает из себя, из ног, все остаточные энергии, все это выходит, формируется перед ней в шар. Да, есть шар. Отправляю в клетку-тюрьму. Выстраиваю канал к ответственному, если таковы и есть. Притягиваю в клетку-тюрьму. Нет, это те же структуры. А, понятно. Как можно, те же энергии. Хорошо, отправляю в клетку-тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию Елены с Греями и всеми их артефактами. Пошла рассинхронизация до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосвет Елене. Она выдавливает из себя все негативные патогены низкой аберрационной остаточной энергии. На частотах интерферентов и их подключек все до 100% выходит, формируется в шар. Вышел шарик. Открываю под ним воронку в галактическое дро. Шар уходит на переработку. Закрываю печатку и растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Помогаю моя энергия стегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактическое дро. Они уходят на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте, Ли. У меня здесь два Грея с экспериментом. Мухи над головой, какие-то вибрации. Магнит стоял, которым эти энергии прилипали. Какой-то зигзаг они установили. Все это находится в клетке. Посмотри, пожалуйста. Экспериментаторы. Три месяца сидели. Отлично. Разработчики. Да, да, да. Новый эксперимент. Очень гордились. Забираем. Их забираем. Эксперимент тоже забираем. Благодарю тебя. Видите, Грея, не осталась ваша работа без внимания. Готова. Итак, клетка у нас пустая. Да. Давай заправим Елену энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота и вибрации. 390 и 24. На счет три макушку головы Елены начинает поступать. Семь высокоабрационных потоков по 390% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Елена. Мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно. Полна энергии. Отлично. Будем вас возвращать. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в ее систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и звенки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И активируем в биополе Елены Меркабу для структуризации энергии Земли и Космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Активировано. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.